Сегодня из говна и собственных мыслей мы попробуем сделать генерала Фобоса. Вот такого вот нашего знаменитого некроробота, некрокиборга. Сейчас мы попробуем это сделать вот из этого куска говна. Я вас всех ненавижу. Нужно его смять и сминать нужно с большой жестокостью, поскольку генерал тоже был недобрый, самаритянин. Так, пилить кусок говна мы будем таким же куском стекла для такого же случая, для такого же, так сказать, говна. Им очень хорошо отпиливать куски, чтобы сделать ровную фигурку. Делаем туловище и очко. Чем топорней, тем лучше, поскольку это некрокиборг. Туловище квадратное есть. Затем делаем руки. Руки у него, знаете ли, золотые, походу. Чтобы сделать руки, нам понадобится такой вот формы, знаете ли, овал, сплющенный с внутренней стороны к земле. Как видите, я уже приделал ноги к нему, начал приделывать. Вот примерно так это будет выглядеть. Лица пока нету, но вот такое вот основание для лица и рук. Соединяем руку с остальной частью и пытаемся приделать сюда. Блин, у нас получилась рука с обоих сторон правая. Примерно такой вот. Чтобы сделать лицо, нам понадобится кусок квадрата. Поскольку роботы, они очень квадратные. Надо так, чтобы было примерно по размеру подходящее. Теперь квадрату выколупываем глазенки. Ведь он должен смотреть два маленьких и очень зорких глаза. Нужно также сделать скелечий нос. А это уже сделать совсем сложно. Придется использовать слюни. Делаем черепуший нос. И заодно нужно сделать зубы. Почему-то они у меня получаются весьма кривые. Ну, значит, так нам сопутствует злая энергия Фобоса. Теперь соединяем две части. И смотрим, стал ли он хотя бы чуточку похож. Пока что-то не очень. Он не похож, походу, потому что глаза у него должны прикасаться почти к самым зубам. И нижняя челюсть должна быть гораздо больше, чем верхняя. Сбоку челюсти тоже должны продолжаться. Поэтому лепим сюда больше пластилина. Говна. С одной стороны и также с другой. А потом здесь изобразим зубы. Я сделал открывающийся рот, чтобы он мог говорить. В оригинальной версии, конечно, там у него ничего не открывалось. Теперь мы приступим к созданию фуражки. Самое сложное будет выделать мелкие детали. Она никак не подходит к нему. Получается какой-то долбанный пират. Убираем лишний пластилин из туловища, чтобы вместить башку туда, поскольку он был такой горбатый. Так, пока что получается вот так вот. Как-то так. Чтобы фуражка поместилась на башку, придется отпилить ему пол черепа прям по глаза. Пилим все тем же говняным стеклышком. Ну вот, я его немножко примял, и так уже стало гораздо лучше. Ненавижу вас, ненавижу вас всех. Мелкие детали. Крылышки на гербе. Что за кольцо там, непонятно, но хер с ним. Ну, какой-то вот такой получается, но пока что не шибко он похож на себя. Видно, мало деталей. Нужно их добавлять, и... Такое ощущение, что башка у меня получилась очень большой. Крылышки на гербе. Теперь делаем одинаковые детали для ног. Надо их сделать более устойчивые. Они такие, как раньше были роботы, иногда шатались. Увеличил эти круги, цилиндры, чтобы руки не касались туловища. И так он стал еще помощнее чуть-чуть. Металлические застежки из говна. Слюней. И немножко ярости. Чтобы эти ноги могли пинать своих противников. И всех, кто не хочет подчиниться Фобосу. У меня он получится, конечно, не точь-в-точь таким, каким он был раньше. Или какой сейчас наводел. Но все же, хотя бы немножко он будет похож. По крайней мере, он будет узнаваем. Пока ноги слишком большие. Хотя они шибко большие. У него и плечи. Сейчас прижмем ноги уже к самим. Ноги к заднице пришьем. В общем, и будет все нормально. Правда, лень делать вторую руку, выделывать долго. Может быть, я сделаю бензопилу. Самое сложное будет сделать спину. Поскольку я даже не помню, что у него там было на этой спине. Ладно. Теперь беремся за спину. Так, взялся я делать спину. И прилепил уже пару ребер. И сделал дырки там в спине, чтобы было похоже на ребра. Конечно, это не спина не от того самого генерала. А скорее от того второго с челочкой. Мне кажется, с ребрами гораздо круче. На спине. Поскольку он становится какой-то все-таки не совсем киборка. Что-то в нем есть и от живого трубака. Заклеиваем ребра. Со спины нормально. Сейчас приближу. Только единственное но. У него походу дырка в спине, в голове. Между головой и спиной дыра получилась. Нужно ее заштопать. А спереди он выглядит пока вот так вот. Так, с пилой, конечно, все посложнее. Не могу найти точную, каноничную пилу. Придется немножечко поизвращаться и как бы придумывать, додумывать детали. Ну, главное, больше мелких деталей. Всяких ручек, шлангов и всего прочего. На пластике она гораздо тоньше, чем на моем пластилине получится. Но у меня она будет довольно объемная. А, да-да, не пластилин, говно, говно. На плече можно еще сделать все такие... Этакие, как их, ксельбанты какие-нибудь. Кажись, там они где-то когда-то были у них в какой-то версии. А может, это был Вархаммер. Собственно, я взял и скопировал с них. Хрен с ним. Так, стоять, не падать. Что-то от жары он уже начинает валиться. Походу, он любит холодок. Ну, вот, собственно, как-то очень даже ничего. Конечно, это не то, что, возможно, хотели увидеть, но... Немножко поднимаем его, чтобы он мог хотя бы видеть что-то из-за своей фуражки. Присоединяем вторую руку. На пластилин. Ну, собственно, вы поняли, на что я делаю. Не на пластилин, конечно же, а на говнецо. Ну, вот, уже гораздо лучше. Ну, вот и все. Наш генерал Фобоса готов. Можем на него посмотреть воочию. Такое ощущение, что свету не хватает здесь, чтобы его всего разглядеть. Сейчас сменю камеру. Вот, вот так будет гораздо лучше. Теперь можем его рассмотреть детально. Крутим подиум. Лишь бы он не грохнулся и не рассыпался по всем деталям. Но... Ничего страшного, я его соберу. Вот такой он генерал отряда Фобос из девяностых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Чёртова мышка, иди отсюда. Клавиатура, ёп... Подиум довольно неповоротлив. Вот как-то вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это и есть генерал отряда Фобос. Того самого отряда, Игрушками которыми мы увлекались в детстве. Ненавижу вас всех! Ненавижу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok